Саламу алейкум! На этом уроке мы изучим еще одну очень важную суру Корана, суру Аль-Фаляк. Это 113-я сура Корана, состоящая из пяти аятов. Давайте для начала немного поговорим о важности изучения этой суры. В Коране есть две суры, которые называются Аль-Муауизатан, что переводится с арабского как «две предохраняющие от зла». Известно, что посланник Аллаха часто читал эти суры, а также рекомендовал читать их своим сподвижникам. Сообщается, что Абу-Саид Аль-Худри, да будет довольным Аллах, сказал «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обращался к Аллаху за защитой от джинов и дурного глаза, до тех пор, пока не были неспосланы две предохраняющие». А когда они были неспосланы, он стал читать эти суры, отказавшись от любых иных слов. Муаз ибн Абдуллах ибн Хубайб передал, что его отец, да будет довольным Аллах, сказал «Однажды в дождливую темную ночь мы отправились к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, желая, чтобы он совершил с нами молитву. Мы застали его дома, и он сказал «Говори». Однако я ничего не сказал. Он опять сказал «Говори». Но я и на этот раз ничего не сказал. После этого он снова сказал «Говори». И тогда я спросил, что говорить о посланнике Аллаха. Он сказал «Говори». Скажи «Он Аллах один». И читай суры «Аль-Фалак» и «Ан-Нас» утром и вечером по три раза. И этого будет достаточно, чтобы избавить тебя от всего дурного. Эти и другие хадисы, переданные от посланника Аллаха, указывают нам на важность постоянного чтения последних трех сур Корана «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и «Ан-Нас», ведь они являются причиной защиты от всякого зла. Давайте изучим правильное чтение суры «Аль-Фалак». Произнесем «Истиаду» и «Басмалю». Переходим к первому аяту. Читаем по словам. Произнесите букву «Каф» твердо и не заменяйте на мягкую «Каф». Твердо произносите букву «Ра» с «Фатхой». Не забывайте о шадде над буквой «Ба». «Би-Ра-Би». Не говорите так. «Би-Ра-Би». Правильно, так. «Би-Ра-Би». «Би-Ра-Би-Ра-Би-Л-Фа-Ла-Ко». «Хамзу-Ассаль» при связывании не произносим. При остановке на конце аята ставим суквун на букве «Каф», а также делаем «Каль-Каля». «Би-Ра-Би-Ра-Би-Л-Фа-Ла-Ко». Еще раз. «Би-Ра-Би-Ра-Би-Л-Фа-Ла-Ко». А теперь прочитаем аят полностью. «Ку-Л-Э-У-Зу-Би-Ра-Би-Л-Фа-Ла-Ко». Еще два раза для закрепления. «Ку-Л-Э-У-Зу-Би-Ра-Би-Л-Фа-Ла-Ко». «Ку-Л-Э-У-Зу-Би-Ра-Би-Л-Фа-Ла-Ко». Переходим к следующему аяту. «Мин-Шар-Ри-Ма-Ха-Ла-Ко». Обратите внимание на слово «Мин». Над буквой «Нун» нет никаких знаков. Это указывает на одно из правил буквы «Нун» суккуном, которые мы еще не изучали. Эти правила вы изучите, иншаллах, в рамках следующего курса по таджвиду. А сейчас я лишь ограничусь тем, что укажу вам, как произносить это слово, не вдаваясь в детали и причины. Итак, здесь на букве «Нун» нужно сделать «Гунну» в две огласовки. Звучит это так. Мин-шар-ри. Еще раз. Мин-шар-ри. Обратите внимание на букву Ра в слове Шар-ри. Она произносится мягко, так как огласована кясрой. Шар-ри. Также правильно произнесите шадду. Не стоит говорить так. В этом случае вы оставите шадду. Нужно так. Шар-ри. Мин-шар-ри. Мэ. Мин-шар-ри-мэ. И последнее слово аята. Халя-ко. Остановимся на нем и поставим суккун. Также сделаем каль-каля. Халя-ко. Не забывайте о том, что буква Ха и Каав твердые буквы. А буква Ла-эм, которая стоит между ними, мягкая. Следите за мягкостью буквы Ла-эм, так как она находится между двумя твердыми буквами. Не произносите так. Халя-ко. Ла-эм произносим мягко. Халя-ко. Произнесем аят полностью. Мин-шар-ри-мэ халя-ко. Еще два раза. Мин-шар-ри-мэ халя-ко. Мин-шар-ри-мэ халя-ко. Переходим к третьему аяту. Мин-шар-ри-мэ халя-ко. Мин-шар-ри-мэ халя-ко. Его начало очень похоже на предыдущий аят. Только впереди еще есть предлог Вау с Фатхой. Мин-шар-ри. Мы также делаем гунну на букве НУН. Мин-шар-ри. Буква ГАЙН твердая буква. Делаем мәд на две огласовки. Последняя буква КАВ с тэнвином КАСР. Далее. ГАСИКИН ИЗА. Четко произнесите разделительную хамзу в слове ИЗА. ГАСИКИН ИЗА. И последнее слово аята. Уэ-КАБ. При остановке ставим СУКУН на букве Б. А также произносим КАЛЬ-КАЛЯ. Уэ-КАБ. Прочитаем аят полностью. Уэ-Мин-шар-ри-ГАСИКИН ИЗА-ВА-КАБ. Прочитаем еще два раза. Уэ-Мин-шар-ри-ГАСИКИН ИЗА-ВА-КАБ. Уэ-Мин-шар-ри-ГАСИКИН ИЗА-ВА-КАБ. А теперь прочитаем изученные аяты полностью. БИСМИЛЛАХИ РРАХМАНИ РРАХИМ МОЛОДЦЫ! Вы учите пройденные аяты самостоятельно.